МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Коробков. Через минуту в нашем выпуске. Подарок свиньям на год лошади. В Ульяновском районе открылся новый животноводческий комплекс. Новогодняя щука. Студенты театрального института показали, чему научились за полтора года. На страже не только закона. Прокурор области помог спасти новогоднюю сказку в детском доме. Теперь об этих и других событиях подробнее. 14 человек погибли, 28 госпитализированы. Сегодня утром в Волгограде прогремел взрыв. Второй за минувшие сутки. По предварительной информации Следственного комитета России, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. От троллейбуса остался фактически один каркас. Взрывное устройство мощностью не менее 4 кг в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами, идентичными тем, что были обнаружены на месте вчерашнего терактора. Напомню, что в воскресенье взрыв на железнодорожном вокзале Волгограда унес жизни 16 человек. С минуты молчания в память о погибших в Волгограде началось сегодня заседание областного правительства. Затем речь пошла об обеспечении безопасности в регионе. В будущем году на улицах увеличится количество камер видеонаблюдения, а все штрафы от зафиксированных ими правонарушений пойдут на развитие этой системы. По мнению главы региона, надо активнее работать с частными организациями, и камера наблюдения также фиксирует происходящее на улицах, а материал хранится в архивах. Помимо этого, Анатолий Артамонов подвел некоторые итоги уходящего года. По ряду экономических показателей, Калужская область занимает одно из лидирующих мест не только в Центральном федеральном округе, но и в стране. Например, по объему отгруженной продукции, обрабатывающих производств на душу населения, мы занимаем первое место и в ЦФО, и в России. Также верхняя строчка рейтинга ЦФО у области по объему промышленного производства и по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. В России по этим показателям мы занимаем 5 и 17 места соответственно. В шаге от вершины окружного рейтинга регион остановился и по реальным денежным доходам населения, и по прямым иностранным инвестициям. В масштабах страны по этим показателям мы занимаем 7 и 3 места. Почетное 3 место в Центральном России Калужская область занимает и по размеру средние заработные платы. Чтобы оставаться на столь высоких позициях, муниципалитетам необходимо придерживаться экономического курса, выбранного регионом. Надо работать над привлечением инвестиций, надо внимательно относиться к каждому инвестору. И надо, как мы и договаривались на последней встрече с представителями малого бизнеса, особый упор сделать на развитие малого и среднего бизнеса. И создавать максимально благоприятные условия, свободу полную давать развитию малого и среднего бизнеса в рамках действующего законодательства. В истории успеха и с трудностями, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены, перспектива малого бизнеса посвящена сегодняшняя программа «Резюме». Разговор губернатора Анатолия Артамонова и представителей предпринимательского сообщества начнется в 20 часов. 72 года назад Калуга получила самый дорогой новогодний подарок. Вспомните о нем, на Площади Победы собрались ветераны, представители власти, военные и молодежь. 30 декабря 1941 года советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелые оборонительные бои длились 7 дней. 50-я армия сражалась на юго-восточной окраине Калуги. Основные силы наших войск...